Приветствую вас. Я полагаю, что очень важный момент заключается в вашем прошлом опыте работы с психологами, специалистами нашего сайта, потому что я посмотрел, у вас все вопросы были ранее заданы в раздел эзотерик. Исходя из этого, я предполагаю, что вы и в этот раз обращались тоже в раздел эзотерики, но по ошибке. Написали его в раздел «Психология». Психологи, те, кто работает со знами, не занимаются толкованием сновидений так, как это делают эзотерики. Эзотерики. Психологи занимаются толкованием сновидений, опираясь на психику человека, на психику клиента. На то, что ему важно, то, что для него значимо, то, что для него ценно, то, что ему важно. И поэтому можно сказать, что в толковании сновидений очень важен контекст, контекст, в котором вам видится тот или иной сон. То есть не столько важно, что вам приснилось, сколько важно именно контекст, контекстуальная основа. То есть в каком контексте вам приснился этот сон и карандаш, который вы точите. Поэтому я думаю, что можно говорить здесь о том, что карандашу может придаваться самое разное значение. От самого буквального до очень символичного. И поэтому очень важно понять, какое значение для вас имеет карандаш. Лично я вижу в этом определенную интенсию. То есть некое стремление, некое намерение. Некое намерение что-то делать, некое намерение что-то реализовать. Вот. И я вижу сомнения по поводу того, что у вас это получится. Я вижу у вас стремление к результату, к идеальному результату. Вот. Чего опять же не получается. Судя по тому, что вы пишете. Возможно, не получается именно как раз потому, что слишком много значения вы уделяете результату, а не процесс. Но это, конечно, не точно, потому что тут нужно исследовать, а? Вот. Так что, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Примерно так можно ответить вам на, даже не вопрос, а такую вот историю. Ну, то есть, я имею ввиду, на то, что вы написали. Вот. На этом, в принципе, все. Ну, еще раз повторю, что для работы со сновидениями необходимо понимать контекст, необходимо разбирать контекст. Без контекста не получится понять точно, о чем ваше сновидение, и это будет, по сути, только, ну, это будет, по сути, только интерпретация. То есть, вот, интерпретация психолога будет. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы так было, если честно. Вот. Поэтому, давайте, все-таки, пройдем к вопросу. Серьезно. Да? Если вы действительно хотите разобраться в том, как бы, это вам, ну, причина, по которой вам снится то или иное. А, я бы еще, наверное, сказал бы здесь то, что, почему вы думаете, почему вы считаете, что данное сновидение вообще нужно анализировать. То есть, как бы, ну, почему вас это волнует? Ну, прикинуть вам карандаш, ну, точите вы его. Ну, что сподвигло вас, пытаться понять сновидение. Почему вы считаете, что именно это сновидение, в чем такое, короткое, да? Нужно вам разобрать. Вот. И, на чем основывается, на чем основывается ваше решение, сделать ваш сон общественным достоянием, да? То есть, как бы, ну, начать, публично опубликовать, да? И получить, соответственно, большое количество мнений о том, что это за сон. Я не думаю, что вы себе помогаете. Я думаю, что вы себе вредите только здесь. Ну, вот таким подходом... Таким подходом вы только вредите. Ну, моё мнение. Так вот. Так что, в зависимости от ваших целей, да, если вы не ошиблись, не ошиблись, если вы целенаправленно задали свой вопрос в раздел «Психология», то, соответственно, нужно исследовать, нужно анализировать, что с нами происходило до этого. Я уверен, что мы придём к пониманию, и вы сможете скорректировать, я полагаю, что вы видите так, как вам этого хочется. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится.